Контроль за ремонтом дорог в Мурманске ведется сразу по нескольким направлениям. Оценить качество и выявить недостатки, чтобы оперативно, еще до сдачи работ их устранить, было предложено непосредственно пользователям, мурманчанам и водителям общественного транспорта, которые каждую яму на своих ежедневных маршрутах знают наизусть. Автодорога на улице Старостина загружена и днем, и ночью. Помимо интенсивного движения, ее ремонт осложняет довольно большой уклон. Покрытие на таких участках должно быть ровным и надежным. Контроль за выполнением работ самый тщательный. Скрыть недостатки у подрядчиков не получится. Было выявлено некачественное выполнение работы. Оно выражалось в том, что сольтобетонное покрытие начало разрушаться. Соответственно, было выдано подписание, определен участок, который подлежал переделке, скажем так, и подрядчик это выполнил. Масштабные ремонтные работы на мурманских дорогах ведутся сразу на 57 объектах. 27 финансируются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И еще 30 по муниципальной программе. К контролю присоединилось и предприятие «Электротранспорт», запустив собственный проект. «Электротранспорт проводит, продолжает акцию каждый водитель и сотрудник предприятия, контролер качества дорог. С июня месяца выявляются нарушения. В частности, по данной улице были замечания не только наших работников, но и обращения жителей этого района. Мы выехали на место, посмотрели, действительно, тот асфальт, который свежий был уложен, не соответствовал качеству. Вся эта информация передавалась в Комитет по развитию городского хозяйства. И мы сегодня видим, что заставили подрядчиков устранить те недостатки дороги, которые были выявлены». Замечания по ремонту дорог мурманчане могут направлять в официальную группу электротранспорта в социальной сети ВКонтакте. Обращения будут аккумулированы и в течение суток переданы в Комитет по развитию городского хозяйства.